В гимнастике также присутствуют классические элементы балета. Это пироэты, которые мы все знаем прекрасно как фуэте. Аттитюды, которые мы также знаем по балету. Прекрасные прыжки, же тэн-турнан, которые также встречаются в балете. Еще в свое время Майя Михайловна Плесицкая в балете Дон Кифота делала такие же прекрасные прыжки. С наклоном головы на колено, который у нас называется прыжок в кольцо. Например, же тэн-турнан в кольцо. Это еще делала Майя Михайловна Плесицкая в балете Дон Кихота. Поэтому ничто, ничто не бывает с пустого места. Все начинается и заканчивается балетом. Да, но заимствование из балета для художественной гимнастики это понятно. А вот когда балетные говорят, что мы никогда в жизни вот так не сделаем, это удивительно, да? Как гимнастки-художницы. Но все-таки это же спорт. Но я хочу сказать, что в свое время был такой прекрасный балет. Красный Мак он назывался. И там был танец мужской, который первый исполнил Ассав Мессерер. У него была широкая лента. И он великолепно с этим справлялся. И делал все те же самые змейки, волны этой ленты. Причем он прекрасно при этом прыгал. Морские прыжки. И великолепно исполнял этот балет. И очень его любил. Первоначально балерина не справилась с лентой в красном маке. Не знаю таких исторических моментов. Я знаю, что это был сугубо-морской танец, который исполнял Ассав Мессерер. Да, именно поэтому ему отдали право впервые выступить с лентой. Прообраз предмета из художественной гимнастики. Ну, конечно, прообразом была Асседора Дункан. Но, как мы знаем по истории балета, очень часто все-таки тоже интересные моменты там происходили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.